Буцефаландры! О, как много в этом звуке! И каждому, кто видел белую свечу, прекрасный силуэт уж не забыть от скуки. Я оду ей сегодня посвящу. Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! Это видео мы решили посвятить аквариумным свечкам-буцефаландрам, ну или бутском, как их ласково называют аквариумисты. Великолепное, прекрасное растение, которое может расти как в критических, так и в эдемских условиях вашего аквариума. Буцефаландра – это ароидный эндемик острова Борнео. На сегодняшний день рыбные зоомагазины пестрят разнообразием названий бутцефаландр. Но по факту сортов растения не так уж и много, а все остальное – это коммерческие названия, которые должны вызвать зуд в пятой точке у потребителя. Ну вот подумайте сами, как можно не купить растения под названием Буцефаландра Pink Lady, Буцефаландра Pearl Grey, Буцефаландра Pandora Queen, Годзилла, Пенелопа. И я не шучу. Не удивлюсь, если вскоре появятся названия Мадонна, Бритни Спирс, Памела Андерсон, Буцефаландра Кардашьян или Буцефаландра Толстозадая. Ну, здорово будет звучать, согласитесь. Теперь давайте перейдем к условиям содержания. Растет Буцефаландра очень медленно и потому самое главное, чтобы ее не накрывал зеленый ксенококус и другие водорослевые обрастания. При среднем освещении, ну это где-то 50-70 люмен на литр и естественно при наличии всех остальных условий, то бишь фильтрации, аэрации, отсутствия завышенных концентраций азотистых и фосфатов и так далее и тому подобное, все должно быть окей. Растение будет развиваться и порой пускать свои белые офигительные свечки. При низком освещении есть шанс, что Буцка начнет чахнуть, дырявиться, крючиться и плакать горючими слезами, вспоминая, как она отдыхала на Борнео. При высоком ядерном освещении с подачей углекислого газа и на осмосе Буцефаландра тоже может бегом расти. При этом габбитус будет шикарный, скорость роста заметно увеличится, а свечек в аквариуме будет больше, чем в храме Ганеша на день Индиры Ганди. Но, конечно, в этих условиях Ксен тоже спать не будет и потому в таких форсированных условиях должен быть идеальнейший баланс. Я бы даже сказал балансище. В целом, если мы говорим о Буцефаландрятнике, ну, то бишь в видовом аквариуме с Буцефаландрами, где основные подводные сельхозполя отданы именно Буцефаландрам, в таких аквариумах должны работать склизкие стахановцы, о которых мы уже не раз говорили. Но это улитки Теодоксусы, либо их дорогущие собратья Неретины, которые помимо своей ужасной цены, еще и своей ужасной икрой вам загадят весь аквариум с гарантией. Ссылочка на ролик о них всплывет сейчас на ваших экранах. Кто не видел, смотрите обязательно. Едем дальше. Буцефаландра живет в широком диапазоне параметров воды, но лучше всего поддерживать слабокислую среду в аквариуме. PH ниже 7, KH 3,4. Ну и температура, как и для всех растений, желательно ее держать пониже в районе 22 градусов. Что касается удобрений и пропорций Редфилда, тут тоже все зависит от условий содержания. Если у вас смешанный аквариум, то есть много разных растений, давите стандартного дедушку Редфилда. Ролик об этом почтенном старце тоже есть на канале, гуглите обязательно и найдете. Если у вас, как у Чехова, вишневый буцефаландровый сад, то тут макро и микро удобрения подаются очень-очень тоненько. Особенно микро. Причина понятна, растение медленно растет, излишки удобрений ей не нужны. А вот ксенококус, присев своими пышными чреслами на свечку, будет яростно это все дело хавать. Просто ему не надоест это никогда. В завершении скажем, что буцефаландры, как и любые растения, любят освежение воды. Поэтому не забывайте и не ленитесь осуществлять качественные выверенные подмены воды два раза в неделю. На этом все, господа. Ставьте лайки, теребонькайте колокольчик и не забывайте, что на канале еще есть спонсорский контент. Это лайв-дневник акваскейпера, ну а точнее батя фанфишки Олега. Если вы как анцистру с 24 на 7 залипаете в аквариум, подпишитесь. Будете зависать с ним вместе. Но этот текст бодро зачитывал печальный астронотус, который работает на первом аквариумном медиаресурсе, который носит гордое имя фанфишка.ру. И эта вот печальная рыба желает всем добра. На свечку дуло из угла, и жар соблазнен. Вздимал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела, свеча горела на столе.